всем привет сегодня на видео по и видеорегистратор видеонаблюдение магазин эйскам на алиэкспресс ссылка на регистратор и на магазин в описании под видео одно скажу что в этом магазине самые адекватные цены на видеонаблюдение на оборудование камеры видеорегистраторы на алиэкспрессе переходите и приценяйтесь по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь такой вот коробки приходит возможность есть заказать это именно по и видеорегистратор с подключением камер по и камер видеонаблюдения напрямую к видеорегистратору есть возможность заказать от четырехканального до 16-канального в моем случае видеорегистратор 8-канальный дальше посмотрим как можно подключать по сути это видеорегистратор универсальный чем он универсальный тем что он может работать как с поя камерами видеонаблюдения так и с камерами видеонаблюдения айпи камерами в домашней сети можете к нему напрямую подключать камеры если это полка и камера или же при использовании обычной камеры но с пояс плиттером также можно будет эту камеру обычную 12 вольтовую использовав вот этот вот пояс плиттер подключить ее к этому видеорегистратору одним кабелем ну если это поя камера то понятно что одним кабелем напрямую инструкция цветная и очень понятная хоть и на английском языке но все подробно все классно в цветных картинках стоит ознакомиться в случае чего приложение икс и май икс и май про айси си айси си про можно использовать кайси си точно про не знаю но кайси си уже можно подключать видеорегистраторы и очень не понравилось что можно заходить отдельно на каждую камеру и вносить коррективы так дальше комплект полный то есть получил ты его и в общем то больше ничего не нужно если нужен жесткий диск видеорегистратору ну а он нужен потому что это видеорегистратор и нужно хранилище чтобы сохранять где-то информацию поэтому можно заказать уже на странице продавца в комплекте с жестким диском поддержка жестких дисков не помню не помню до какого объема памяти но то что выбрать можно соответственно комплект с диском жестким будет на цену жесткого диска дороже винты крепления идут желт жесткого диска по умолчанию в комплекте даже если комплект без жесткого диска сам видеорегистратор без жесткого диска очень легкий и тихий в комплекте идет блок питания блок питания у нас не встроенный а именно выносной вот его характеристики кабель до блоку питания и простая мышь мышь простая которая подходит для использования и работает она нормально с этими видеорегистраторами сам видеорегистратор его морда вот такая с клавишами управления с индикацией питания работа жесткого диска наличие и по сигнализации также индикация светодиод будет мигать можно использовать пульт дистанционного управления в комплекте нету вентиляционные каналы видеорегистратор полностью металлическом корпусе сделан полностью металл возможность крепления на стену не предусмотрено но я думаю что можно это сделать модель на наклейке прописано и видно что это икс и маевский видеорегистратор ну и задняя его панель кнопка включения выключения разъем питания заземления 8 разъемов для подключения по я камер рж 45 одним кабелем на расстоянии до 100 метров многое зависит от качества кабеля от качества витой пары и разъем подключения на g45 интернет кабеля от роутера видеорегистратор мы можем отслеживать удаленно через приложение из любой точки мира при наличии интернета интернет должен быть подключен к видеорегистратору и интернет с вашей стороны на смартфоне подключение vga подключение монитора hdmi порт подключения телевизора монитора также через hdmi два разъема юсб один разъем для мыши второй разъем вы можете сбрасывать информацию жесткого диска на флешку все это возможно я показывал уже в одном из видео в общем то все просто и как я уже сказал чем интересен этот видеорегистратор тем что он универсален может работать как с подключенными сюда камерами попой и но также может и работать в домашней сети подключили кабель от роутера вашего домашнего в разъем видеорегистратора и он в домашней сети находит те камеры которые у вас подключены к роутеру и выводит их добавляете вы на его каналы и он выводит на видеорегистратор на монитор пишет на жесткий диск управление тревоги все это работает также есть и аудио выход можно подключать колонки компьютерные и будете слышать нас камер камеры которые оборудованы микрофонами аудио в прямом эфире картинку видеть и слышать четыре винта открутил по бокам крышку и снимаем снимаем крышку верхнюю металлическую и внутренности видеорегистратора в основном место и вес это занимает жесткий диск кстати в данном видеорегистраторе отсутствует батарейка cr2032 которую нужно будет установить обязательно для корректной работы немного по элементам видеорегистратора может кому что будет интересно что возможно приблизить на процессоре установлен радиатор поэтому невозможно увидеть его обозначение батарейка cr2032 устанавливаем обозначение есть плюс отметка популярности устанавливаем ее на своем место свободного жесткого диска у меня нету для тестирования этого видеорегистратора но тут все просто используете болты крепления из комплекта устанавливаем жесткий диск отверстие есть крепим его винтами и подключаем два разъема которые невозможно перепутать справиться даже первый раз человек который с этим сталкивается видео по установке по советам какие жесткие диски использовать можно в видеорегистраторах у меня два видео есть ссылки оставляю под видео в комментариях если не оставил напомните напишите дам вам обязательно ссылку видеорегистратор может полностью работать и без жесткого диска это просто хранилище он будет выводить на монитор камеры будет вам транслировать это все через интернет вы сможете отслеживать это все через приложение на смартфоне но просто не будет установлено хранилище соответственно не не будут сохраняться не будет сохраняться информация с камер чем еще интересен будет людям этот видеорегистратор тем что он может работать без интернета то есть без домашней сети без роутера он сам выступает центром видеонаблюдение к нему подключаются камеры напрямую и он их выводит на монитор пишет на жесткий диск просто без наличия роутера у него не будет доступа в интернет и на него нельзя будет заходить удаленно а так в том месте где не нужен вам удаленный доступ к видеорегистратору к данным его с диска вы можете его устанавливать подключать к нему по и камеры и он в том месте будет вам выводить на видео на монитор будет писать на жесткий диск такая вот небольшая будет система видеонаблюдения ну или большая если же вы закажете например 16 канальный вариант кстати есть и 32 канальные также с прямым подключением вот айпи камер по и камер к регистратору подключил в сеть имеется индикация на блоке питания включаю подаю питание тестируются выходы камер нету видеорегистратор загружается на мониторе появляется картинка с видеорегистратора как я вам сказал может он работать и без вот сейчас без подключенных камер просто он загружается как раз восьмиканальный режим далее посмотрим сколько вообще есть по максимуму возможность подключать камер к этому видеорегистратору кликаем дальше нам что главное поставить выбрать понятный язык из которых из списка языков многоязычный видеорегистратор жмем далее restart перезагрузка видеорегистратора будет и загрузится уже заново видеорегистратор на понятном для нас языке готова мастер настройки видеорегистратора полностью современной современный x и майский айпи пое видеорегистратор поддерживает он определение силуэта человека поддерживает фиксацию лица человека это также должна поддерживать камера тогда в паре они будут работать вы можете купить вот один этот видеорегистратор и к нему постепенно например докупать камеры камеры x и майский желательно ну и желательно вот можно и в других магазинах вот желательно докупить или же в этом магазине по моим ссылкам под видео могу посоветовать вам камеры которые поддерживают силуэт человека фиксацию лица человека которые в полной мере будут работать именно с этим видеорегистратором ну и по максимуму по максимуму это 8 мегапиксельные камеры может поддерживать как и 2 мегапиксельные 3 4 5 до 8 мегапиксельных что нужно что нужно я хочу зайти вот компьютер и посмотреть и режимы в каких может работать 4к 10 камер максимальное число просмотров до 10 хотя хотя нет ну макет экрана вам макет просмотра только вот по максимуму 89 окошек 9 техническая так 8 полностью восьмиканальный видеорегистратор что папа и подключайте камеры напрямую к нему что внутри сети то есть можно подключить например 4 камеры папа и напрямую к нему а4 можете найти внутри сети или же одну по и остальные все внутри сети по максимуму 8 а варианты вы можете использовать разные по я камера икс и маевская обычная айпи камера подключаю ее что вам нужно для этого взять кабель витую пару ну смотря где вы будете использовать камеру кабель для помещения можно использовать можно для улицы для улицы уличный черный кабель желательно использовать и обжать его два разъема rj-45 сделать обжатие это кабель заводской обжимки вот то что я сам делаю колпачки все это продается разъемы продаются можно с колпачком можно без и сделать вот такую такое обжатие видео как это делать какой последовательности все это у меня есть на канале до 100 метров можно использовать будет не будет потерь по питанию будем учитывать что это тот тот же кабель до 100 метров который вы обжали подключил камеру в ее разъем rj-45 разъем питания у нас как обычно если камера идет по и она универсальная или 12 вольтовое питание суда именно можно подключать или же по одному кабелю по 48 вольт идет по кабелю по одному и информация с камеры на видеорегистратор и питание с видеорегистратора на камеру подключаю в lan-1 камера загружается все как обычно индикация появляется на первом разъеме у нас мигает индикация камера щелкает загружается и должно в скором времени появится на первом канале уже вот видите идет загрузка и скорее всего камера запоролена и поэтому она не появляется на первом канале видеорегистратора если камера запоролена соответственно заходим заходим на список каналов давайте например авто вот у нас до имя пользователя и пароль нужно ввести два раза кликаю выскакивает у нас окошко настройки пользователь и ввожу пароль подтверждаю ok связанный готова применить и выход камера на первом канале напрямую подключена к видеорегистратору без посредничества роутеров без посредничества всяких других устройств по и коммутаторов по и свечей все вот так вот работает и это на видеорегистратор не подключен кабелем к роутеру как видите просто питание и камера запиталась подключен монитор и уже все работает будет установлен жесткий диск в видеорегистраторе и уже можно будет включать запись запись по тревоге запись по движению по фиксации лица человека по силуэту человека все это можно делать куча настроек есть в самом видеорегистраторе например настройка записи воспроизвести понятно это вход на жесткий диск видеорегистратора сеть настройка сети и тут у нас тот момент когда мы можем включить для сепи в общем-то включена с завода присвоение видеорегистратору свободного айпи адреса роутером не нужно вам ничего перенастраивать если же отключить держи пи и мы можем ввести конкретный неизменим неизменяемый айпи адрес который будет получать видеорегистратор от роутера это если вам нужно в основном держи пи и все отлично работает подключили кабель от от роутера вот он в разъем видеорегистратора другой конец rg-45 свободный разъем роутера подключен и у нас уже видеорегистратор будет подключен в домашнюю сеть и уже будет вещать в интернет в этом же разделе открываем приложение для добавления видеорегистратора или айси си я вам покажу на примере айси си или приложение икс и май в общем то она заточена для видеорегистраторов было раньше ну и сейчас или икс и май тоже пробуйте если вы зарегистрируетесь и что я вам советую делать зарегистрировать свой аккаунт в одном из приложений зайдя в другое приложение под своим аккаунтом по логинам и паролям на свой аккаунт у вас камеры все добавлены устройства будут в одном из придут то есть во всех этих приложениях они на 1 1 1 платформе 1 платформенная айси си жму плюс устройство nvr dvr нажимаю инструкция что сделать подключите устройство к проводной сети что я и сделал к роутеру и сканируем qr-код qr-код айди видеорегистратора именно в разделе сеть и добавляется у меня видеорегистратор в список устройств ищу его в списке устройств видеорегистратор добавлен кликаю и все готово видите как это все просто справиться даже ребенок при этом взяв на видеорегистратор то есть телефон собой смартфон я буду видеть удаленно заходить на видеорегистратор заходить на его жесткий диск заходить на камеры управлять камерами слышать видеть все возможные моменты раз два три 4 все это можно делать камера имеет микрофон я могу еще и слышать ну и в восьмиканальном режиме также я могу буду просматривать будут все камеры вот поставили смартфон у себя в автомобиле на рабочем столе где-нибудь и вы ведете видеонаблюдение также получаете уведомления тревожные на смартфон с какой-то камеры пришло тревожное уведомление также вы его получаете и открывайте камеру и смотрите что происходит в настройках что мне еще понравилось настройки видеорегистратора заходим ну тут все понятно кликайте смотрите про пароли часовой пояс язык устройства доп настройки громкости микрофонов на различная динамика имеется ввиду колонок настройка сети также возможно делать держ себе или же присваивать ваш статический адрес также можно через приложение управление памятью понятно будет жесткие диски будут у вас информация по жесткому диску и что нравится по камерам есть отдельный пункт и вы можете заходить на каждую камеру и входить в ее также настройки обновления включение выключение силуэта человека включение выключение фиксации лица то есть все что есть можете заходить ну и об устройстве там опять же айди qr-код устройства иди номера если будет обновление также можно обновлять будет через смартфон также удаленно находитесь в другом городе есть у вас доступ к видеорегистратору есть обновление зашли и обновили перезагрузить сбросить к заводу все вот в этом разделе то есть все просто и все понятно захожу в приложение xmi pro смотрите опять же в свой аккаунт зашел список устройств все те же самые устройства захожу на видеорегистратор который я вот только что добавил он у меня автоматом в списке устройств но другого приложения одноплатформенного раз два три четыре пять раз два три четыре пять все смотрю камеры все то же самое но немного другой веб-интерфейс вы видите здесь управление уже выскакивает камерами если камеры будут поворотные ну немного другие значки большие здесь но эти приложения xmi pro именно заточена под видеорегистратор все значки переключения каналов облачной и и вот по камер на по камер на можем также смотреть просматривать настраивать тревога смарт оповещения и по камерам вот по канал на первый канал камера одна добавлена соответственно видим обнаружение людей это должна поддерживать камера тогда и будет видеорегистратор будет возможность включать эту функцию или выключать тест лица также поддерживаем есть возможность поставить галочку можно выключить тревогу полностью камера просто будет писать картинку например постоянную на жесткий диск видеорегистратора или же по вот этим вот моментом ставим камера ничего лишнего не пишет кроме вот этих вот моментов силуэт человека и фиксирует лица которые вы потом сможете еще и просмотреть так проверка формы авто но пока не настроена и это скорее всего также камера должна это поддерживать это уже на будущее задел будем видеть пишите в своих комментариях у кого это уже работает как она работает все остальное кликаете просто и смотрите на что камере подавать тревогу закрытие камеры потеря сигнала управление понятно данные hdd обновление обновление как видеорегистратора так и по камер на можно здесь делать выбираем камеру первую видеорегистратор подключен к интернету и он может найти в интернете в интернете может найти обновление если она будет то она будет вот вы задали камеру но сейчас ничего нету обновление видеорегистратора именно верхняя строка авто автоматическая перезагрузка можете поставить когда видеорегистратору перезагружаться и в какое время в основном по по умолчанию стоит каждый вторник в час ночи или никогда а это удаление старых файлов можете тоже также настраивать настройку эту делать сброс понятно в разделе версия полезная информация видим система дата сборки mac адрес серийный номер серийный номер прописанный и серийный номер qr-кода каналы записи статус и над статус связанный подключены к интернету имеет ли доступ в интернет вот именно тут можем посмотреть раздел настройка общий язык мастер запуска включить выключить галочку поставить имя устройства можете написать свое компрессия по канально можно смотреть информацию по камерам если эта камера x и маевская можно полностью совместимая с видеорегистратором одного производителя можно менять разрешение вот например 4 4 мегапикселя сейчас стоит можно поставить 5 мегапикселей или 1080p это все зависит от возможностей камеры также формат сжатия можно менять камера двухформатная можно поменять качество видео ну все остальные моменты видео звук в двух потоках также будут камеры на втором канале заходите на второй канал и внешний поток можно также регулировать сохранять это все если нужно архивация имеется ввиду вот именно когда установим флешку в свободный юсби разъем она здесь определиться и можно будет архивировать информацию жесткого диска то есть на флешку перекидывать видео с камер задаете по времени по дате выбираете и сбрасывайте на флешку и потом флешку используете уже где что хотите главное меню воспроизвести понятно перекидывает нас на жесткий диск если он будет и здесь вы выбираете по дате по времени постоянную тревожную ручную интеллектуальную запись которая сохранена на диске с камеры автомобиль появился реплей поиск по лицу умный поиск по людям в общем то когда будет жесткий диск все это просто пробуйте и реально работает можно просматривать это именно онлайн просмотр со звуком все это по датам выбираете все что нужно сеть понятно дата время также понятно лучше синхронизировать с приложения зайти можно в информацию об устройстве с приложения как я вам показывал и нажать на синхронизацию со смартфоном и быстро все синхронизируется без установки вот этого вот часового пояса но интересный момент это камеры опять же совместимые именно икс и маевские камеры которые одного производителя с видеорегистратором вот это именно сейчас в данный момент камеру которую я использую полностью она поддерживает все моменты но наверное кроме вот определение автомобиля что уже будет в более новых камерах тревога смарт оповещения заходим и правило что интересно это одну многие знают многие не знают можно устанавливать как со смартфона так и вот с видеорегистратора это именно настройка по камере например смотрите кордон это пересечение линии можно направление сделать запретить направление или в одну сторону проходит человек туда камера срабатывает включает запись подает команду видеорегистратору на запись идет с той стороны человек не срабатывает линию можно перетаскивать можно уменьшать можно делать различные так как же вот так вот различные моменты по пересечению линии по области область выделяем которую нам нужно и камера работает по тревоге в этой области можно на весь экран полностью растянуть это все дело и камера будет подавать команду именно из этой всей области или даже вот фигуры можно различные использовать для этого показать следы имеется ввиду выделение силуэта человека подключил поворотную вот такую вот по я камеру другого производителя приложение камхай не одноплатформенное приложение камера работает по он в протоколу с данным видеорегистратором также напрямую с оптическим зумом вы видите сейчас камера тестируется но уже ее картинка выведена на экран на монитор видеорегистратора на втором канале камера полностью работает то есть еще вот есть такой вариант что не обязательно использовать икс и маевские камеры но можно использовать и камеры другого производителя также они будут работать вот напрямую подключена камера к видеорегистратору на втором канале вот кабель и и также вы будете отслеживать ее с приложения икс и май также можно будет управлять камерой использовать оптическое зумирование в общем то вот эти вот возможности камеры видите поворачиваю по сторонам вверх-вниз видео обзоры этой камеры дел кому интересно она у меня в продаже в украине по закупке алиэкспресса дам кому нужно и оптический зум небольшой но это вот камера как бы антивандальная идеальное использование магазины подъезды лестничные площадки гаражи что там автомастерские вот но она работает с видеорегистратором с этим напрямую также по он вид протоколу просто что опять же как обычная камера работающая по он вид не будут доступны функционалы функционалы а именно силуэт человека вот эти все моменты вот мы сейчас тревога смарт оповещения на второй канал заходим чисто по движению чисто по движению по любому движению включить камера будет работать настройка компрессия на втором канале информацию можно также посмотреть но опять же управлять включать выключать видеозвук ну невозможно просто информацию посмотреть какое разрешение имеет камера заменить его с видеорегистратора невозможно это надо в веб-интерфейс будет камеры заходить потому что камера не полностью совместима с видеорегистратора а вот вот эти моменты повернуть приблизить услышать записать на жесткий диск видеорегистратор а с этой камеры будет возможно эта камера другого производителя не икс и май а вот приложение камхай отличный вариант уже не первый видеорегистратор я вам такой показываю у людей они работают без проблем также вы можете приобретать отличный вариант именно нравится его универсальность подключения камер к нему напрямую попой или же подключение камер в домашней сети очень все классно современный видеорегистратор который вы можете использовать ну и это то начало конструктора вашей системы видеонаблюдения домашней купили видеорегистратор например и пару камер к нему ознакомились потренировались посмотрели и там уже пошла жара за докупаете еще камер до до полного просто уже что вы должны учитывать при выборе видеорегистратора со сколькими каналами брать с четырехканальный наверное уже не стоит брать хотя но напишите в комментариях слышал я в прошлых по прошлым видеорегистратором со старыми процессорами что четырехканальные там слабое железо то есть стоит взять запасом восьмиканальный даже если вы полностью не будете использовать все восемь каналов но как показывает практика человек берет четырехканальный и потом возникает вопрос а как я еще могу добавить на камер больше четырех пятую шестую потому что в моей ситуации нужно еще две камеры доставить та уже ситуация когда больше камер вы использовать не сможете поэтому берите с запасом в разница в цене небольшая и они вообще стоят в общем-то видеорегистратор и сейчас вот именно икс и маевский стоят копейки переходите по ссылке и посмотрите стоимость ну и чтоб сразу не платить много если нет возможности выложить за полный комплект хотя есть уже комплекты готовые также я вам ссылку оставлю видеорегистратор и к нему камеры уже которые сто процентов будут работать с ним в полной мере есть 16 8 плюс 8 камер есть восьмиканальный видеорегистратор там плюс четыре камеры уже смотрите сами по ссылке перейдите смотрите стоимость и по вашим возможностям но можно все собрать самому постепенно видеорегистратор в одном магазине купили камеру например подобрали в другом или спросили у меня я вам дал ссылку вы заказали там где может дешевле нашли всем удачи до следующих видео подписывайтесь телеграм-канал мой чат в телеграме по видеонаблюдению где обще общественная помощь помогаем все друг другу facebook instagram кому что удобно видеорегистратор продается в украине по цене закупки алиэкспресс также камера поворотная которую я вам вот эту показывал также она продается по закупке всем удачи до следующих видео